Завтра в Министерстве иностранных дел начинается ежегодное совещание учебы послов. В этом году оно пройдет с особым нюансом. Планируется встреча с человеком, узурпировавшим власть Беларуси, которого представляют послы нашей страны за рубежом. Как правило, совещания посвящены вопросам внутриэкономической ситуации в стране. А главное, каким образом следует развивать внешнеэкономические связи, инвестиционное сотрудничество. Всегда программа совещания учебы послов предполагает посещение предприятий, но бывает даже, по личному указанию диктатора, посещение фермы. Действительно, очень важно послу Руслану Есину, представляющему интерес страны в Японии или послу в Великобритании Максиму Ермоловичу, зайти на ферму. Это то, что, по мнению нелегитимного, может изменить ситуацию отношения к нашей стране на внешнеполитической арене. Видимо, для этого послам даются высокие зарплаты и два автомобиля представительского класса. Ни в коем случае не надо воспринимать эти слова как неуважение к труду тех людей, которые реально трудятся на селе. Сегодня же вопрос стоит более глобально. Действительно ли эти люди, которые будут сидеть перед узурпатором, будут честны перед своей совестью? Действительно ли они считают возможным и правильным научиться стрелять из оружия? Это будет один из уроков в ходе учебы послов, не так ли? Раз узурпатор видит необходимость обучить стрельбе всех, даже на уровне председателей райисполкомов, то что будет следующим этапом? Научить стрелять послов. Кстати, насколько мне известно, в ряде посольств есть огнестрельное оружие. Что будет следующим? Обучение чрезвычайного и полномочного посла стрельбе из автомата Калашникова по движущейся мишени? Пригодится это или нет? Ну не знаю. Надеюсь, что никогда. Но исключать такого тоже нельзя. Завтра послы будут слушать о том, как великолепно развивается Родина, как процветает социальная сфера и экономика в стране, где одна из самых низких зарплат в Европе. Как соблюдаются права человека в нашей стране, в которой 561 политический заключенный, где десятки тысяч людей прошли через задержание и аресты, где десятки, если не сотни тысяч политических мигрантов, которых вынудили выехать за пределы Беларуси. Коллеги, очнитесь. Сегодня вы представляете военную хунту, захватившую власть в нашей стране. Вы лучше других знаете о том, как фальсифицировались выборы. О публичной лжи нелегитимного. Потому что знаете систему изнутри и в то же время видите, как все устроено в других странах. Вы присягали на верность независимой Беларуси. Но сегодня нелегитимная власть ставит на кон будущее не только вашей профессии, но и всей нашей страны. Возможно, в скором времени вы уже будете вынуждены стать послами несуверенного государства Беларусь. А квази-государство. Государство, которое еще может быть будет существовать на карте, но не будет представлять собственную точку зрения. Многие из вас уже сидят в столицах сверхположенного контрактом срока. А почему? Потому что заменить надо, но нельзя. Нового посла от узурпатора не примут. Хорошо сидеть на должности посла и ничего не делать. Делегаций нет, соглашений нет, экономических форумов нет. А что есть? Полная изоляция в стране, в которой вы сейчас находитесь. А как вам объяснить то, что на улицах убивали, в тюрьмах убивают, независимую прессу уничтожают? Сколько ваших коллег уволен из МИДа только за слова «я против насилия». Вчерашнее заявление министра иностранных дел Эстонии показательно. Посла Эстонии в Беларуси не будет. А все потому, что Лукашенко не признан Евросоюзом как президент. Обратной дороги, коллеги, уже нет. Завтра узурпатор будет вас учить, как обходить санкции, чтобы продержаться на троне еще немного времени. Жаль, что никто из вас не решится сказать ему открыто о том, что в санкциях виноват только он сам. Выбирая сегодня работать ради евро и долларов, завтра вы можете лишиться не только этого, но и целой страны, в которой могли бы жить вы, ваши дети и внуки. Вам решать.